Всем привет, с вами Готик, а с вами Сократ. Redcat Redemption выпустил ролик, где сравнил новый лук со старым и рассказал о том, что новый лук понерфили и теперь он не ваншотен. И теперь он не является имбой. Я бы со своей стороны хотел бы показать в этом видеоролике фрагмент со своих тестов. И мы также, я имею в виду команды Готики, считаем, что этот лук имба по отношению к прошлому луку, если мы берем в расчет грабеж тележек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как добавили нам этот лук, я в своем прошлом ролике рассказал, что теперь люди, которые другим руинили повозки, взрывали их, я имею в виду, а не отжимали, которые ради своего личного какого-то морального садистского удовлетворения портили людям игру, то для них этот лук так и остался имбой. Потому что мы провели серию тестов, и вы не поверите. А если раньше старый лук взрывал повозку с одной динамитной стрелы, то сейчас старому луку надо две. Как и новому луку. Новому луку также достаточно двух стрел с разрывной, чтобы заруинить повозку. Но дистанция раскраски вы все прекрасно знаете на новом луке, это огромная дистанция. Это и делает этот лук имбой. Физически вы с карканой, даже в два-три человека, не успеете убить одного человека, а может быть и успеете, в зависимости от того, повезет вам или нет. Просто раньше это было сделать гораздо проще. Человеку с разрывным луком приходилось подъехать к повозке хотя бы в зону видимости. Сейчас на карте он может даже у вас не отмечаться, а он уже может поставить метку. В наших тестах пострадало огромное количество повозок и потрачено было огромное количество разрывных стрел. Мы стреляли и по лошади, и по самой повозке. Ставили метки на лошадь, на наездника, на голову, на тело. Все равно, что старый лук, что новый лук на любой дистанции взрывает только с двух попаданий. В этом и был нерф относительно повозок и дистанции нового лука. На выстреле, на дистанции выстрела старого лука, то есть это 150 шагов, он все равно ваншотит танка билд и любое количество тоников. Новый лук стреляет с разрывными так же, как и старый. Вся разница лишь в том, что у нового лука огромная дальность. Вот дальше, после того, как вы испытали дальность старого лука и перешли на дальность нового лука, там урон режется пополам. Это была единственная правка, которую изменили в новом луке. Red Cat Redemption об этом сказал. Однако, это не меняет ситуацию. Он как взрывал повозки, так и взрывает. Вот эта огромная дальность установки меток вообще не нужна, потому что в PvP этот лук бесполезен. Без разрывных стрел, я имею ввиду. Это самое бесполезное оружие. Вы умрете ставить метки. Оно не ваншотит в голову. Это самый тупой вид оружия в игре для PvP. За исключением разрывных стрел. Их, я напомню, 16. 8 вы можете с собой таскать. И 8 динамита вы можете скрафтить в любой момент во время боя. Итого у вас будет 16 стрел. На дистанции больше, чем старый лук, вам понадобится 2 разрывных стрелы. На дистанции меньше, чем старый лук или такой, как старый лук, понадобится 1 разрывная стрела. И не важно, танкобилд, это тоник и так далее. То есть, в принципе, этот лук подойдет для быстрого ганга вражеских повозок. Для того, чтобы их не украсть, а заруинить. Иными словами, говно не игра. То есть, вы испортите игру другому человеку. Сами не получите с этого никаких материалов. И зачем это делать, без понятия. Для чего разработчики ввели такую возможность у этого лука, без вообще малейшего понятия. Хорошо, что они и понерфили и старый лук, который также раньше взрывал с одного динамитного выстрела. Теперь их надо 2, я напомню. Кстати, хотелось бы сказать огромное спасибо Виктору Попову, Вовке СПБ, Алексею Котову, Морс Анастасии, Готик Некст и Макс Кочегаров. Спасибо вам огромное, что поддерживаете наш канал, оформили спонсорку и другие спонсоры, которые также поддерживают наш канал. И можешь стать и ты. Всего от 49 рублей в месяц ты можешь поддержать Готику на создание топового контента, развитие ютуба, развитие нашего дискорда. Все дружище в твоих руках. Ну и в завершении хотелось бы сказать, я ни в коем случае не спорю с Red Cat Redemption. Он действительно заметил, что понерфили дистанцию нового лука в сравнении от старого до нового. Однако этот нерф несущественный. И этот лук все равно остается им бой для гангов, потому что понерфили и старый лук в том числе. Я имею ввиду разрывные стрелы при использовании против повозок. Вот если бы старый лук взрывал бы повозки с одной стрелы, а этот с двух, тогда да, разговор они действительно понерфили. А так, по сути дела, они понерфили и саму разрывную стрелу против повозок, и дистанцию, при которой люди раньше умирали даже на такой дистанции. Достаточно было иметь 16 динамитных стрел, чтобы убить 16 человек. Сейчас вам надо иметь 16 динамитных стрел, чтобы убить 8 человек на такой дистанции. И это огромная дистанция, чтобы заруинить кому-то повозку. Для чего этот лук, если обычные стрелы не шотают в голову? Даже на дистанции старого лука, я понимаю, если бы на дистанции старого лука они бы шотали в голову. Тогда да, это действительно улучшенный лук, действительно с красивыми камуфляжскинами. Но если дистанция шота, извините, это 40 шагов, то это не новый лук, это говнолук. Он имба только для того, чтобы руинить кому-то повозки. А кто сейчас занимается, кто руинит сейчас кому-то игру? Только читаки. С этим луком уже никто и повозки никому не руинит. Так что, ребят, честно для себя, красивая игрушка, но бесполезная. Всем удачи, пока!